Приветствую вас. Вопрос про то, правда ли, что человек использует язык тела и жестов, и можно ли по ним понять намерение человека. И дальше описывается поведение парня, автора вопроса. И она спрашивает про то, что значит его определённое поведение. Вот, что я хочу сказать. Да, язык жестов имеет место быть. Это правда. Но язык жестов в сути своей культура – воспитание, опыт, ценности и привычки. У каждого человека это всё своё, индивидуально. И чтобы говорить о жестах языке тела, нужно более-менее узнать этого человека. У одного типа личности одни и те же жесты могут значить совсем иные вещи, чем у другого типа личности. Поэтому то, что вы сейчас пытаетесь сделать, на мой взгляд, выглядит следующим образом, по крайней мере для меня. Вы хотите, чтобы мы по одному жесту сказали, какие намерения вашего парня. Дело в том, что вам тревожно. Вы не уверены в себе. Вот, вероятно, вы чего-то обозваетесь или хотите, или боитесь что-то потерять. И, соответственно, вас это мотивирует делать то, что вы делаете. Первопричина в ваших ощущениях, в вашем состоянии, в ваших чувствах, в вашем, ну, в некоторой степени, закрытом контакте с, получается, своим молодым человеком. И работать, соответственно, вам нужно в этом направлении, а не в направлении, которое вы избрали. Потому что, как дальше будет происходить ситуация? Дальше будет происходить то, что, когда, например, появится следующий жест молодого человека, вам опять захочется, собственно говоря, спросить у нас, что это значит. Понимаете, в чем штука? Вам захочется у нас спросить опять. И получится так, что вы не к себе прислушиваться будете, но к нам. Исходя из того, что мы говорим. Исходя из того, как мы это расшифровываем. А попробуйте сами себя спросим. Вот, когда происходила та ситуация, которую вы описываете, как вы себя чувствуете. Как вы себя чувствуете. Какие чувства у вас вызвали действия молодого человека вашего. Вот это куда более важно, на мой взгляд. Вот на это вам нужно обратить свое внимание. На себя. А не на внешнюю трактовку. Понимаете? Да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.